Продолжаю, продолжаю. Перед нами спиленная мной месяц назад груша. Тоже освободила место для будущих сортов. Вот. Я как кот Матроскин, помните, пришла посылка с гуталином. А зачем тебе столько гуталина? Вот так и я. Зачем мне столько груш, когда мне некуда новые сорта садить? Некуда. Да. И вот абсолютно здоровые деревья. Можете в этом убедиться сами. Живые. На каждой груши тысячи, бесконечно тысячи плодовых посек. И это все сгорится. Через час-два их не будет на этом свете. Абрикосы есть. И абрикосы. Вот. Посмотрите на эту большую-большую кучу. Вот это, правда, мы копили. Три раза приезжал в лесорубь. И вот результат. Вот что он натворил. Вот. Но получилось, что сейчас мне надо как-то обойти. Обойти это место и показать вам. Там у меня большая поляна выпилена. Вот. Там в конце выпили, да. Сохранились вот эти ветераны. Один сохранился. Это супер сорта. Второй сохранился. Третий сохранился. Вот. Четвертый. И поднялась рука выпилить. Он был таким уже, как вот этот. Вот. Я сделал огромную, сильную, омолажившую обрезку. А теперь точно такие же стали, попали в костер. Видите? Здесь костер, костер, костер. Ну, раз уж, чтобы не было грустно, будем считать, что это учебный фильм. Вот так делается омолажившая обрезка. Когда я смотрю, я в шоке. Фильмы, где обрезку омолаживают. Они берут, лезут на огромное дерево с ногами. И убирают часть веток. Причем я всегда поражаюсь. А почему эту, а не соседнюю? А вот что-то говорит, говорит, говорит. И каждый из нас, пенсионер, должен залезть на дерево, повторить это. И это, ребята. А младшая обрезка делается так. Четыре движения без запилой. Несколько секунд. Раз, два, здесь две тоники, три, четыре, пять. Все. Дальше она обрастет побегами вот этими вот и восстановится. Обрастет не сразу, когда вылазят вот такие побеги. Я, наоборот, это использую как гигантский плюс. Видите, на них нет цветочек почек. Видите? Вот, как, допустим, вот, взять это дерево. Вот. Она тоже была обголожена. Но после этого прошло пару лет. И теперь у них цветочки цепочки на каждой ветке. Видите? На самой верхушке. Смотрите внимательно. Я же ничего не выдумываю. Ну, ладно. И вот это свойство, пусть это будет все-таки учебный фильм. Посмотрели, сколько здесь мест освободилось под будущие сорта. Еще раз вдохнули о 30 невероятных феноменальных абрикосах. Скромные сорта, но какие надежные. Это будущее сотни бедер абрикосов, которые могли уйти в науку. И в который раз я говорю, науке они не нужны. Помните, мой сегодня вебинар, сегодня примерно 27-е, да. Вебинар. А на прошлой медали я показывал, как они 30 лет выводили, выводили новый сорт и вывели. Получили золотую медаль. А этот сорт, это примерно мой же манжурец. И у меня фотографии, такие, как они представили этого нового сорта. Я бы вам показал 50-100. Как минимум не хуже, а большинство лучше. Вот. Но теперь мы с вами возвращаемся вот сюда. Итак, мы видим, что однажды, когда дерево уже... Ну, это молодое дерево, лет 20. Однажды. А омолажение произошло. Посмотрите, сколько на нем раны. Это все раны не мои. Вот. Я раны на штабе не делал. Обрезка на кольцо здесь запрещена. Я просто ветки укорачивал. Вот. Раны есть. Вот они, рады, видите. Вот. Пришла пора обладеть. Было огромное вырожай, но измельчали. Вот. И вот эти побеги. Вот вылезло. Вот вылезло. Вот, вот, вот. Вот, вот. Заметьте, почек там не было. Это клеток и материал. Клетка проснулась и дала побег. Я про это сколько раз говорил. Еще. Еще. И вот там еще. На них нет цветов. Посмотрите внимательно. На них нет цветов. На них нет цветов. Это, ну, начинается у их возраст. Там я еще раз. Так как на соседнем дереве все идет своим чередом. Они уже через пол-два-три года и зацвели. На нормальном.